То есть он полностью дублирует, по сути, основание вот этого классического контейнера. А, ну то есть у него силовой каркас получается связан с полом, с нижним силовым каркасом, да? Да, да. Вот эта голова имеет обжимную мощность 420 тонн. Ух ты! Вот оно как. В общем, сейчас как золотари-то посмотрят, а еще у нас есть алмазники. Алмазники это вообще алмазы нашей России. Еще у нас нефтяники есть. Наши клиенты знают нас, как компания «Гидроснаб» уже 21 год. По факту это новосибирский машиностроительный завод. Это так называемый чистый цех гидравлики. И вот эти ступеньки мы покупаем в Чехии и в Америке. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Добрый день. Добрый. Всем привет. Ольга, Евгений, Константин. Ведем наш репортаж с площадки производственной компании «Гидроснаб» с нашими партнерами «Сиб Евровэн». Получается, в простонародье их можно назвать контейнерами, но по факту это, по сути, модуль. Получается, по сути, это мобильный производственный комплекс полного цикла по производству руководства высокого давления. Наши партнеры, золото и ныгчана, и же с ними золотодобывающие компании, ну и полностью весь дивизион майнинга, вышел, наконец-то, на культуру производства и обслуживание своей техники без участия сервисных организаций. Давайте начнем с производственного комплекса. Он уже более подготовлен, практически на выходе. Доработали мы его после вас, маленечко, не потому что вы не доработали, а потому что по своим необходимостям. Пластиковые окна обязательно с проветриванием, потому что поедут они в очень сложные, суровые климатические условия. Этот у нас комплекс уходит в Якутию. Жара! Да, замечательно будет. Все это добивается с помощью наших волшебных рекуператоров воздуха, которые забирают воздух с улицы, пропускают его через фильтры, очищают, нагревают, и получается вот такая комфортная температура для работы. Я пропустил. Рекуператоры ваши? Рекуператоры воздуха. Мы нет, мы их не производим. А, мы просто рекуператоры? Нет, нет, нет. Ну вот я увидел станок, и стало понятно, собственно, для чего это. Я думаю, что многим зрителям тоже будет ясно. Это для обжимки рукавов высокого давления. Это для обжимки рукавов высокого давления, совершенно верно. А, кстати, делают это где? Это Течма Флекс, Франция. Вот эта голова имеет обжимную мощность 420 тонн. А диаметр какой максимальный? А максимальный диаметр на 6-оплёточной резине 3 дюйма. Ну вот, получается, да, если возвращаться к самому мобильному конструкции, то есть это конструкция бескаркасная, это сэндвич, сэндвич самый несущий. Сэндвич в круг, то есть здесь и пол сэндвич, бока, потолок сэндвич, да, то есть, собственно, что и позволяет создавать максимально комфортные условия. Евгений, а вот вопрос к вам. Значит, это сэндвич, для того, чтобы вот это все оборудование здесь висело, то есть что нужно сделать? Ну, здесь, конечно, он сэндвич, но он достаточно сложный, этот сэндвич, потому что, да, мы видим здесь везде все прикручено к сэндвичу, да, это значит, что внутри сэндвича есть закладные. Закладные все делается по той же технологии, что делается у нас с фургонами. То есть обязательно, то есть стальная закладная, в утеплителе и в шпанговой фанерном. То есть, ну, здесь нагрузку можно, ну, не знаю, там, с какими словами сказать, ну, килограмм 300, она здесь там без проблем держит локально. Поль, а ваши клиенты используют вот ее как стационарную, получается, или он стоит на платформе где-то, не знаете? Оно стоит стационарно. Стационарно. Специальная к платформе, не надо, необходимо, просто подготовленная площадка. А варианты на машинах у вас не заказывают? Ну, то есть 6-метровые, допустим. А это 6-метровые, это сервисные мастерские. Тоже заказывают? Да, были по заказке, конечно. То есть, получается, Сибьеварвен также может сделать фургон? Запросто. С мест хранения берутся комплектующие, соответственно, берется резина, на отрезном станке Техмофлекс отрезается с помощью разметочного стола, где нанесена линейка, и идется дальше. Вот эти ящики, в них хранится концевая арматура. Фитинги? Фитинги муфты, да, совершенно верно. Большие диаметры фитингов, здесь не так просто вставить в резину, это все делается автоматически. Ну, вот сюда шланги, да, загружаются? Да, здесь бухты легкие, до 20 дюймов. Сюда вставляется бухта, и вот через эти отверстия уже вытягивается. Вот оно как. А загрузка через вот эти двери получается? Да, очень удобное расположение дверей. Спасибо, что сохранили конструкцию. Евгений понял, для чего он делал двери. Ну да, мне надо тоже немножко осознавать. Ольга, а почему вот все-таки вы делали, сначала брали обычные же задорожные контейнеры, да, перешли на себе? Морские, наверное, правильно. Морские даже. Делали, потому что делали, потому что так делали все-то нас. Ну, в чем преимущество-то? Преимущество в том, что, во-первых, качество. Ну и утепление, это все ручное. Да, это приходилось все это делать самим. Ну, что с вами вам подставляет, получить себе Eurowen уже утепленный фургон, уже с закладными со всеми? То есть вам это гораздо проще и быстрее? Раньше вы заморачивались с утеплением контейнеров? На местное время мы не тратим на это. Чем приятно работать с Eurowen, тем, что Eurowen полностью под заказчика работает. И тут я такой. Что было проплачено? Да, да, да. Кто еще не понял, это такой мобильный завод по производству рукавов высокого давления. То есть его привозят куда-то в Сибирь, где много-много техники. Ну, на карьере, например. Где-нибудь карьер открытого. Ставят кассовую машинку и деньги только вот так вот. И едет на Abelaz'е человек, у него порвалось что-нибудь. Он смотрит, шиномонтажка. Это же Abelaz'ы, экскаваторы, автокраны. Это вообще все. Так, ну здесь, наверное, более-менее разобрались. Наверное, можно пойти... Там же еще у нас был один комплекс. Одно преимущество вам, Евгений, по месту. Во-первых, места на самом деле больше, чем в 40-фтовом контейнере. Ну, было же толщина за счет толщины стен. Да, нам даже удалось поставить вот такой небольшой слесарный стол для дополнительного оборудования. То есть вот, пожалуй, стоточильные тиски, станочек подошел, подрезал, отрезал, подточил, подпилил. Это и есть рекуператор. Ну, это вентиляция с притачкой и вытяжкой. Нет, он очищает и, соответственно, также вытягивает все запахи и... Ну, отходы производства. Я это понимаю. У него, Оль, опять поумничаю, у него основная цель та, что он не просто воздух отсюда выкидывает, он тепло внутреннее отдает наружному. Наружному, да, возвращаем. В общем, сейчас как золотари-то посмотрят, а еще у нас есть алмазники. Алмазники это вообще алмазы нашей России. Еще у нас нефтяники есть. Как начнут заказывать? Вот тут особенность именно вот этой конструкции, да, хотел обратить внимание, то есть он полностью дублирует, по сути, основание вот этого классического контейнера. Вот у него тоже самое вырезанное. Один в один. Да. То есть его можно поднимать и большим вилочным погрузчиком. Два варианта, под широкие виллы, под стандартные. Да, можно и за верх его поднимать, вот тоже фитинги. А, ну то есть у него силовой каркас получается связан с полом, с нижним силовым каркасом. Да, да. При этом на потолке, на сэндвиче, там нету мостов холода. Хорошо-то как. По большому счету все то же самое, только единственное, что это место для хранения. По маслу раздатки понял, то есть все, что связано с гидравликой. А вообще передвижные авторемонтные мастерские какие-то, то, что с механикой связано, не делали? Ну, токарные станки, сверлильные, там, сварочное оборудование. Если закажу, то было бы ради. По большому счету Евгений также сделает фургон, а вы его скомплектуете оборудование. Теперь у нас есть Евгений, у нас есть свой штат конструкторов умниц, поэтому... Я опять еду. Любая передвижная авторемонтная мастерская, в принципе, с оборудованием, которое вы можете установить сами. Я так понимаю, сам не устанавливаешь, просто времени на это нет. Ну, все-таки завод заточен на то, чтобы изготавливать фургоны, сэндвич, коровки, а именно уже эта индивидуализация, она требует очень много ресурсов, времени. И, как это... Ну, понятно. Под каждого клиента все индивидуально, ну, заводы сложно в этом формате работать. Разделение труда, они другими были придуманы. На самом деле, для клиентов это может быть выход в плане стоимости, потому что, если они оборудование покупают сами, во-первых, они знают, что покупают. Ну, конечно, да. Что именно хотят, то и купят. И в конечном итоге, мастерская такая приближает, но все дешево для них. Ну, в общем, мы показали еще одну из разновидностей продукцию, которую выпускает SibEUROVAN. То есть, это вот такие вот замечательные контейнеры. Познакомились с компанией GYDROSLAB. Да, с GYDROSLAB познакомили, немножечко рассказали. Какие у кого идеи будут, пишите, звоните, подписывайтесь. Что там еще? Колокольчик нажимайте. И лайки говорят на то, Лайки, 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 лайки. Семечки. Ольга, подписан на кого-то? Обязательно. Вы же за поддержку отечественного производителя. То есть, в принципе, даже вот от ваших этих мелочей, таких как лайки, будет зависеть, насколько продвинется канал и насколько о нем узнают, то есть, о производстве SibEUROVAN, гидроснаба узнают другие потенциальные потребители в нашей стране. Поэтому чувствуете, что вы как бы с нами заодно. Всем привет! Значит, я нахожусь в компании GYDROSLAB. Это директор, руководитель компании. А познакомил нас Кирик Евгений, собственно, директор компании SibEUROVAN, ролики, про которые вы уже видели. Получилось так, что SibEUROVAN делает для вас фургоны, да? Да, фургоны, да. А мы производим наполнение по заявкам заказчиков. Это такие изделия, как массово-раздаточные комплексы для обслуживания карьерной техники, даже строительной техники, непосредственно, в том числе, на северах, где температура в рабочее время достигает до 50-60 градусов. Вы эти фургоны оборудуете своими изделиями, да? Своими изделиями. И поставляете клиенту. Да, все верно. А сейчас мы посмотрим ваше производство. Да, сейчас мы пройдем здесь по нашему производству, посмотрим сборочные участки, посмотрим участки заготовительные, посмотрим участки металлообработки и участок, посмотрим новых изделий, так называемых, да, экспериментальных. Давайте пройдем сначала на участок заготовки и металлообработки. Здесь у нас непосредственно происходит заготовка изделий, то есть у нас стоит оборудование и все импортное оборудование. Здесь мы производим распиловку изделия и непосредственную металлообработку. Все оборудование импортное, к сожалению, конечно, но это позволяет нам обеспечить качество, точность своих изделий. Денис, а специализация-то все-таки какая у вас, в каком направлении? То есть название компании «Гидроснап»? Да, название «Гидроснап» нашей компании 21 год, и наши клиенты знают нас как компания «Гидроснап» уже 21 год. По факту это новосибирский машиностроительный завод. Специализация основная – это обеспечение предприятий горнодобывающей промышленности России, СНГ и дальнего зарубежьями средствами маломеханизации. То есть мы производим оборудование для механизации труда. Это, ну, как минимум, это вот, как вы рассказывали, массово-раздаточные комплексы, комплексы по производству рукавов высокого давления, и механизация шиномонтажных работ, подъемных работ, как бы, ну, это все вот, в нашей 21 год мы этим занимаемся. А для производства рукавов высокого давления что делаете? Мы производим комплектацию, закупаем часть оборудования импортного, да, это «Дечмофлекс Франция», это станки. Ну, это обжимные комплексы? Обжимные комплексы. Резкая обжимка, да. Да, да. И здесь мы уже изготавливаем саму модель, согласуем с клиентом, делаем столы, разметочные столы, размоточные, и это уже делаем полностью под ключ, с обучением и с поставкой комплектующих. В том числе мы, вот если здесь вот на этих станках, мы производим фитинги для изготовления рукавов высокого давления, нестандартные. А, просто я привык к тому, что фитинги обычно закупаются, и основной поставщик фитингов-то либо итальянцы, либо китайцы? Да, но дело в том, что не все могут китайцы, как говорят в наше время, да? Даже так? Да, и здесь мы именно изготавливаем всякие фитинги для Катерпиллера, для КамАЦо, тяжелые фитинги. А готовые изделия можете подказать? Да, мы должны потом пройдем дальше в цех ГИБКИ, где мы разработали сами стенды, и посмотрите эти фитинги. Ну, допустим, вот это муфты, это делается для, вот эти муфты делаются, заказчик, заказчик, это у нас идет и едет в Казахстан, а, Липхер. Липхер? Да, Липхер, да. Но это для Липхера, а заказчик кто? Это для Липхера. А прям Липхер и заказчик, ну это московское представительство? Да, московское представительство. Так, а что они даже в Германии, получается? Ну, давайте так, в Германии такая муфта будет стоить 3000, мы ее поставляем дешевле намного. Ну это я правильно понимаю, тоже же обжимная? Обжимная, все верно. Денис, а тут какой-то специальный металл используется? Так, как и заложено в ДИНАх и в требованиях международных стандартов, здесь сталь 30, сталь 20. Она же, я так понимаю, должна как бы сжиматься и при этом не лопаться? Да, она должна деформировать и держать нагрузку и испытательное давление, требуемое которое по ДИНАх. Это у нас колесосъемник или шиноманипулятор его называют. Ну и снять мы не сможем, да, то есть как бы. Это выделай. Это наше производство, сто процентов. Я немножко отвлекусь, у меня был опыт, я занимался торговлей спецтехникой, и у меня клиенты заказывали как раз вот этот комплекс из Англии. Да. Он бешеных денег стоит. Бешеных денег. Это вот для шиномонтажа, для снятия колес карьерного самосава. По этим вопросам, этими колес, колесосъемными устройствами занимаемся уже 10 лет. Мы добились качества, у нас на сегодняшний момент даже сами производители техники закупают. Это так называемый чистый цех гидравлики. Здесь мы производим сборку-разборку гидроцилиндров, сборку гидравлических маслостанций. То есть, грубо говоря, мы здесь собираем оборудование для придачи энергии нашим изделиям. Передача энергии? Да, передача энергии. Вот этот стенд для сборки-разборки гидроцилиндров, это именно наше производство, разработка наше производство. Ручной насос? Да, ручной насос. С цилиндра раскручивается, собирается, разбирается. Все четко, точно происходит на стенде. То есть, получается, вы цилиндры-то делаете под заказ тоже, любые? Мы делаем цилиндры для своих изделий. У нас все-таки гидроцинал. То есть, мы в массе своей работаем, изделия делаются с применением гидравлических цилиндров. Эти цилиндры мы делаем сами для себя. А это вот чем брызгается? А это жидкость для того, чтобы при сварке окалины не прикипали к металлу. И очень было быстро и качественно убрать непосредственно с изделия под покраску. Это станок для гибки фитинга. То есть, мы разные углы можем создавать для них. То есть, этот первый станок экспериментально опытный мы сделали 4 года назад сами. В Европе такой станок стоит 300 тысяч евро без оснастки. Оснастки, представляете, наверное, здесь еще настолько же, чтобы делать гибки. Был от оснастка все, да? Да. То есть, мы были представители разных компаний, производителей фитингов. И они говорят, что качество, которое у нас получается, оно соответствует тому, как должно это быть. То есть, и сабельные эллипсы, и углы. То есть, мы добились... Но этот станок нам обошелся в миллион рублей. Только миллион? Миллион, да. А там ценник такой. Дальше мы его эксплуатировали и уже отработали следующий станок. Это важное значение, но уже с применением элементов ЧПУ. И дальше мы его сейчас добьем. Добьем, я думаю, еще с полгода, когда поэксплуатируем и соберем готовые изделия. Нам не продемонстрировать загибку? Сложно? Они или сейчас... Алексей Александрович, давайте загнем фитинг-1. Вот отсюда. Практически. Мы поняли. Мы поняли. Теперь оттуда можно снять. Тепленькая. А почему он не складывается? Он по трубе, конец дорна, получается, у нас одевается. Вместе гиба, вместо гиба. Когда он одевается. Вот, надевается. И происходит загиб. Здесь внутренний диаметр не дает дорн деформироваться. Здесь оттуда не дает наружу диаметра деформироваться. Поэтому здесь не происходит деформация. А как эта штука еще раз называется? Дорн. Дорн? Дорн. Так он же цельный. Я просто видел раньше механизмы с дорном сочлененных. Вот здесь этот цельный дорн, он работает, когда подход. Он работает в определенной точке. А, когда идет загиб, он отходит. Он стоит на месте в определенной точке. А, то есть как раз в той точке, где может произойти схлапывание, да? Сплющивание. Сплющивание. Поэтому деформация не происходит, ну, в плане сплющивания идет именно по этому. Дорн. Ну, его видно там, что дефолит. Спасибо. Спасибо. Да, это алюминиевая платформа для обслуживания оборудования на высоте. На сегодняшний момент у нас Россия номер один по производству алюминия. Но мы чему-то мы это алюминиевое отправляем сразу за границу. А оттуда мы уже получаем готовые изделия, да? Вот вы видите, вот эти ступеньки мы покупаем в Чехии и в Америке. Мы сейчас на святое покусились. На алюминиевых. Да. А потом мы это собираем в изделия, как бы, да? И клиенту уже из нашего же алюминия, да, продаем платформу для обслуживания техники. Продолжение следует... Продолжение следует...